Спасибо, Ирина. На прямой связи со студией из избирательной комиссии была моя коллега Ирина Цепитова, а мы продолжаем. Парадом-конкурсом дефиле детских колясок открылся сегодня праздник, День образования НАУ и День нефтяника. По улицам Сомедовича более 15 семей с украшенными колясками совершили шествие до площади Маратсей. Главным условием конкурса было оригинально украсить первое транспортное средство своих малышей. Творческие папы и мамы продемонстрировали небывалым мастерством, превратив коляски в северных оленей, дома, цветы и капусту. О необычных экипажах расскажет Любовь Пермякова. Семья Белоусовых на конкурс приехала на «Северном олене». Так они назвали свою композицию. Пока хозяин ненецких саней, 9-месячный Алеша, важно лежал на теплой шкурке, мама и папа рассказывали о том, как создавали такой шедевр. Потому что мы живем на Ринмаре, это северный город, северно-полярным кругом и, конечно, символ этого края – это олень. Мы делали вдвоем, ну, втроем, можно сказать, с Алешей. Алеша самый главный помощник. Делали абсолютно вместе. Основной материал – это пенопласт. Картину нашли, заказали, вырезали, приклеили. И все остальное, уже подручные материалы, можно сказать, остатки ткани, которые были где-то давно лежали. Ну, в принципе, все. Шкурка лежала, тоже пригодилась как раз. Чехол тоже сами шили, да? Сама все, абсолютно сама делала. И узоры вырезали сами. Еще одна конкурсантка тоже приехала в упряжке, но уже на белоснежном коне. Так положено, ведь царская особа. Хозяйка наших волшебных саней – Екатерина. Мы решили так, что раз у нас Екатерина – это царское имя, то у любой царской особой должны быть волшебные, сказочные сани. Ну, и, соответственно, выплатили в эту идею. Не будем мешать Екатерине, императрице, да? Саревнике. Да, саревнике. Пока принцесса Екатерина сладко спала в карете, Егор Засухин с любопытством следил за происходящим. В капустных листах на праздник мальчика привезли родители – Галина и Антон. Прилетел недавно с работы, и решили поучаствовать. Придумали такую коляску. А почему именно капустка? Ну, если честно, так немножко поползали в интернете, посмотрели что-нибудь интересное. И цвет, нам очень нравится салатовый цвет. А из чего? Что за материал? Это подкладка под ламинат. Да вы что? А красили чем? А красили колер, краска обычная. А это обычная белая гуашь, как лепестки. Все. Просто форму придавали, да? Сколько заняла? Три часа? Четыре часа. Около этого. В десять начали, в два закончили ночью. Почти всю ночь трудилась над чудо-коляской и многодетная семья Соболевых. Они поразили гостей праздника и участников парада своей оригинальностью. Ведь воплотили в жизнь главного героя сказки Чуковского – Майдадыра. Сейчас просто мы вот с сыном Майдадыра ему рассказываем, ну и вот как-то решили. Это Майдадыр, да. Вот Майдадыр, да. А ты тоже помогал маме с папой? Да. А что делал? Помогал. Спал. Мама спала. Спокойно спала, да? Спокойно спала. Спокойно спала, не мешала, да? Да. А какой материал использовали? Тут коробки, самоклеющаяся пленка, ну и щетки, да, тут все видно, и гуашь. Личное мое. Как говорят про себя молодые родители, они креативны и по жизни. Впереди у Антона и Ирины Соболевых много не только творческих, но и семейных планов. А еще есть планы для детей? Думаем. Тише, тише, остановитесь. Думаем, думаем об этом, да. Думаете, да. В перспективе? Трудно воспитывать вот троих детей? Нет. Что? Двухлетняя Лада Маркова на конкурсе решила не сидеть в коляске, а продефилировала сама. Оно и понятно, образ морожки юной леди особенно к лицу. Дизайнером северного наряда и ягодной коляски стала мама девочки Ирина Маркова. Так как живем на севере, богаты морожкой, морожковый край, поэтому без сомнения решили делать морожку. Кто чего придумывал, все добавляли на коляску и на себя. Но не только главную ягоду округа, но и основной промысел местного населения отразили в шоу колясок участники конкурса. На лодке с сетями приплыла еще одна конкурсантка. Чтобы ни у кого не было вопросов, где семья Стримаусовых взяла столько ценной рыбы, на коляску они повесили разрешение. Разрешение на добычу и вылов в водных ресурсах. На Ленмару у нас славятся не только оленями, морожками, еще и рыбалкой. Поэтому мы изобразили рыбу, семгу, сеги и естественно разрешение на вылов. Полный комплект у вас, да? Да. Все, что нужно рыбаку. А в коляске что за рыбак у вас? А в коляске у нас рыбачка Катя. В свое триумфальное шествие на своих первых в жизни транспортных средствах малыши и их семьи начали от пересечения улицы Ненецка и Смедовича. В самом сердце города с их появления открылся детский праздник «Я родился в НАО», где жюри объявило трех победителей. Третье место в дефиле колясок заняла семья Ижемцевых. Серебро завоевала семья Стримаусовых, а золото досталось семье Белоусовых.